Отчитались за работу за пять лет и наметили планы на будущее. Лидская районная организация, профсоюз работников государственных и других учреждений провела отчетно-выборную конференцию, участие в которой приняли делегаты от каждой из 33 первичек. Отчетный период стал плодотворным для организации. Проведена большая работа по развитию и укреплению социального партнерства с исполнительной и законодательной властью и нанимателями. Сохранены и созданы новые профсоюзные первички. Продолжена деятельность по разнообразию культурно-массовой и спортивной работы. Вместе с тем на конференции было отмечено, что райкому и первичкам необходимо принимать меры по повышению контроля за соблюдением законодательства о труде и активизировать работу общественных инспекторов по охране труда. Эти и другие задачи будет решать уже Николай Климук, которому делегаты отчетно-выборной конференции доверили сменить на посту Филиппа Векслера, возглавлявшего Лидскую районную организацию профсоюза работников государственных и других учреждений почти 25 лет. 87% председателей профсоюзных организаций – это женщины. С ними очень легко, комфортно, они способствуют настроению в коллективе, они могут найти подход к нанимателю, они душа того коллектива, где они работают. Для меня профсоюз – это все, потому что очень полезно и необходимо быть полезным людям. Поэтому я старался отдать себя всего бизнеса. Я хочу пожелать все, что то доброе, что было в нашем райкоме, сохранить, а самое главное – сохранить этих людей, кадров, которые работают в первичных профсоюзных организациях. И по возможности приумножить то, что мы все вместе сделали. Николай Климук более 10 лет отработал в сельскохозяйственной отрасли. В последние три с половиной года был первым заместителем председателя, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Лидского райисполкома. Хочу, во-первых, высказать глубокую благодарность тем делегатам, которые проголосовали за меня, которые доверили мне эту ответственную роль, будем возглавлять профсоюзы нашего района, государственных служащих и других организаций. Мы очень большой объем работы до того проделан уже был предыдущим руководителем. Я думаю, что я буду продолжать все добрые дела, которые были сделаны, постараюсь их приумножить. Мы будем честно работать со всеми профсоюзными организациями. Ведь профсоюз сегодня, наверное, одна из немаловажных, и даже, я бы сказал, самое главное – движущая сила. Все-таки не напрасно, это уже в этом году 115-летие празднует профсоюз. Лучшие из лучших были удостоены высоких наград. Поэтому это, я считаю, что говорит о многом. Но, тем не менее, сделано очень много, ну и предстоит еще больше сделать. Поэтому будем работать на благо наших людей.